Всем привет, меня зовут Александр и мы с вами продолжаем играть в сабнафтику и выживать в этой замечательной игре. И как помните, в прошлом выпуске мы с вами встретились с морским императором и он нам дал задание собрать, давайте посмотрим, инкубационные ферменты. И чтобы их сделать, нам понадобится довольно-таки много разных растений. Я так понимаю, что они разбросаны по разным биомам, так что нам придется сегодня много попутешествовать, но я, естественно, все это вырежу и оставлю только те моменты, когда буду их находить, ну и также, может быть, покажу координаты, вдруг кому-то это будет полезно. Но для начала я хочу заглянуть в спасательную капсулу и посмотреть, нет ли новых сигналов. Нет, никаких новых сигналов не появилось, давайте про запас возьмем одну аптечечку. Если не ошибаюсь, у меня одно из растений должно быть поплыли к нашему мотыльку. Образец луковичного куста, секундочку, оно, правда, испорчено, но мне кажется, нету никакой разницы. Да, точно, нам нужен образец луковичного куста. Семена призрачной водоросли, я такую находил, если не ошибаюсь, это вот там, вот где 19 капсула, там такое растение. Дальше что у нас? Стеблеглаз, не помню я такого, морской венец и образец гриба. Гриб, скорее всего, у нас растет в биоме, где лес грибов, но давайте отправляться, и я думаю, что мы сейчас быстренько все с вами соберем и найдем. В первую очередь отправимся туда, к 19 капсуле, скорее всего, там мы найдем с вами призрачную водоросль. Это что за свечение? Смотрите, какая маленькая рыбка. Она заражена караром или что? Ты кто? Что это такое? В норме. Эта рыбка в норме, но... Отсканировать ее нельзя, то есть там не дает никаких, на самом деле, данных. Прикольно, я раньше ее никогда не замечал. Так, вот здесь вот у нас капсула первого помощника Кина. Секундочку, а вот это у нас, если не ошибаюсь, стеблеглаз, да? Да, точно, стеблеглаз, давайте соберем в розец, есть, отлично. Вот, это, если не ошибаюсь, призрачные водоросли, здесь где-то страж рядом, аккуратно. Ну-ка. Нет, пирогейба какая-то. Вау, черт, ты посмотри, кто рядышком со мной. Электрический скат. Вау. И он заражен караром. Ха-ха-ха, я такого растения, кстати, не встречал. Вау. Какое злобное место, а? Все-таки очень страшная игрушка. Ха-ха-ха. Фуф. Так, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, нашли. Я же помню, что оно здесь было. Призрачные водоросли, давай собирать образец. Так, мы с вами находимся, биом, блат, кельп и, ну, координаты, в принципе, есть на экране. Окей, лес грибов, мы сюда приплыли. А, интересно, мне просто нужно сам гриб вот этот срезать или что? Давайте сейчас посмотрим. Или какое-то другое растение. Древесный гриб. Давайте попытаемся взять образец. Да, просто нужно было гриб срезать. Все, отлично. У нас с вами уже 4 из 5, осталось найти только одно растение. Перекладываем сюда. А, он такой, такой маленький. Нам осталось с вами найти всего лишь одно растение. И это у нас морской венец. Морской венец. Я где-то его встречал. Я его нашел, ребят. Вот оно. Вот оно, это морской венец. Все, последняя часть. Мы с вами находимся в травянистом плато. Пещера. Координаты на экране. Соответственно, если кому-то нужно, я думаю, что теперь вам будет проще найти все эти вещи. Вот, инкубационные ферменты. Вот здесь, в дополнительных материалах. Нашел. Делаем. Я думаю, что ничего страшного, что один ингредиент был испорченным. Заберем аптечку. Давайте подлечимся, потому что там меня пару раз укусили. Неприятно. Так, и нужно сгонять взять воды. Пойдемте на базу. Возьмем пару бутылок воды, если они сделались. Надеюсь, что сделали, потому что у нас уже давно здесь не было. И больше, кстати, никаких сигналов не приходило. Значит, мы с вами абсолютно все капсулы осмотрели. Спасибо. Так, забираем отсюда всю воду. Больше нету, да? Отлично, все. Это мы все с вами восстановили. И отправляемся обратно. Отправляемся обратно. У нас с вами все есть. У нас с вами есть прозапас бутылка воды и, естественно, инкубационные ферменты. Ну, на мотыльке я туда сейчас быстро доплыву. И увидимся с вами уже около императора. Ну да, и вот как раз те кусты, о которых я говорил, находятся они... Кстати, биом неизвестен. А, это плеер биом куш-зон. Зона куш. И, соответственно, 50% состояния. Ну, ты даешь. Спасибо большое. Ну, и координаты на экране. Соответственно, последний ингредиент вот с этих кустов собирается. Так, мы с вами почти на месте. Ого, сколько здесь этих плавучих огромных чудовищ. Кстати, я помню, что раньше вот этих водорослей не было. Это какое-то одно из последних добавлений. Ну, так чисто для атмосферы, чтобы показать, что это очень древнее, уже заросло водорослями. Вот здесь у нас с вами, если не ошибаюсь. Нет, не здесь. По соседству где-то. Где-то рядышком не здесь. Секундочку. Где-то рядышком телепорт. Что-то я его потерял. Вон, вот там телепорт. А здесь водоросли не добавили. Ну что ж, отправляемся с вами внутрь телепорта. Есть. Мы на месте. И что мне сделать, император? Мне туда выложить ферменты? Я думаю, что да. Думаю, что инкубатор? Ввести инкубационные ферменты. Давайте водить. Что нам это даст? Вау. Они вылупляются. Детеныш морского императора. Смотри, какой малютка. Блин. Обалдеть. Посмотри, какие красавцы, а. Что? Он приземлился, чтобы посмотреть на них. Ну или она точнее. Сколько она сотен лет ждала, чтобы они вылупились. Вау. Это просто супер. Она мне что-нибудь скажет? Привет, малыш. Привет. Это что такое? Кислород. Ну и что дальше? Что дальше? Она просто ими любуется и больше ничего не делает. Может, ты мне что-то скажешь? Что? Что с ней? Мои младшие плывут в мелкие воды. Я благодарю тебя. Их свобода – это мой конец. Быть может, когда мы встретимся снова, я буду течением океана, что несет семена в новые земли, или существом столь малым, что видит промежутки между песчинками. Прощай, друг. Прощай. Она умирает. Черт побери, она умирает. А малыши поплыли дальше. Малыши поплыли туда. Так, секундочку. И что дальше? Мы по-прежнему заражены. Она уже умерла или еще нет? Мы по-прежнему заражены. Что дальше делать? Я что-то не понял. Так, быстренько всплываем. Этот кислород дурацкий. Давай быстрее, я только не умираю здесь. Есть. А как же я? Как же мое лекарство? Ты же обещала мне. Что это такое? Че это такое плавает? Прикоснуться к ферменту. Это лекарство? Похоже, это лекарство. Вау. Проведение самсканирования. Жизненные показатели в норме. Признаков бактериальной инфекции не осталось. Я понял. Мы все-таки вылечились. А это собрать можно? Нет, нельзя. Она все еще жива. То есть нам твоя смерть не покажет, да? Прощай. Так, поплыли с вами отключать пушку. Поплыли отключать пушку, но еще посмотрим на детеныша. Они у нас выплыли сюда. Так, секундочку, мне нужно сейчас по-быстренькому. Да, 30 секунд, я знаю. Главное, чтобы по-быстрому нас выкинуло на той стороне, потому что сюда я попадал очень долго. Вот детеныши. Смотрите, здесь ферменты везде плавают. Да, восполним кислород. Смотрите, здесь везде ферменты плавают. Кто это там был сейчас? Опять страж? Страж, иди отсюда. То есть детеныши сейчас будут плавать и распространять здесь свои ферменты, и они излечат этот океан. Они излечат это место. Все, я все понял. То есть по большому счету это да, это конец игры в плане заражения. Вот чем была ошибка предтеч. Они попытались взять себя силой. Давайте с вами сейчас попытаемся отключить пушку, посмотрим, получится или нет. Ну, я знаю, что получится. Я знаю, что получится, потому что я видел превьюшки на чужих видео. Я видео сами не смотрел, чтобы себе ничего не спойлерить. Но превьюшки, да, от превьюшек отвернуться невозможно. Погнали быстро отключать пушку. Посмотрим, что получится. Ну-ка мы с вами побережнем. В воде же тоже зараза? Нет, в норме, все хорошо. Теперь мы с вами можем отключить комплекс. Да-да, можно было к этому привыкнуть уже. Шип даже по-другому двигался. Черт, я хочу посмотреть на это. Я хочу на это посмотреть, я хочу увидеть, как он отключается. Он дает сигнал. Но вообще даже освещение в комплексе изменилось. Освещение стало более тусклым. Так, я специально дождался, пока у нас рассветет. Может быть даже есть какая-то команда, чтобы поменять время. Но я очень редко пользуюсь в играх командами. А особенно в субнафтике. И поэтому просто не знаю. Так, секундочку. Ну мы с вами отключили пушку. Но она как бы, как смотрела в небо, так и смотрит, да? Я где-то видел просто на роликах, что что-то типа пушка опустилась в море. Туда-сюда. Но нет, она отключена. И это получается на данный момент все. Все, что здесь можно сделать в этой игре. То есть, ну мы можем еще базу строить, расширять. Можем исследовать океаны, исследовать биомы. Я вот сегодня нашел маленьких вот этих зеленых рыбок. Которых раньше никогда не встречал. Вот этих совсем-совсем маленьких. А вот ракеты и возможности улететь с этой планеты нам придется подождать. Потому что солнечные луча пока что спасти нельзя. Даже если ты отключишь эту установку. Пройдешь по всем квестам солнечного луча. То есть там со всеми сообщениями он прилетит. Установка все равно активируется и сбивает его. Даже в отключенном состоянии. Потому что это заскриптованное действие. И изменить его никак нельзя. Ну что ж, вот такой вот получился выпуск. В принципе сегодня больше снимать нечего по субнафтике. Потому что мы с вами, можно сказать, прошли всю сюжетную линию. У нас в принципе есть база. У нас есть реактор. У нас есть все плавсредства. Мы с вами сделали практически все. Но можно, знаете, что будет сделать в следующих выпусках? Посерьезней поизучать лавовый биом. Возьму креветку, которая у меня там стоит. И похожу по ней. Посканирую. Может быть там даже базу построю. В принципе это было бы прикольно. Там можно построить базу. Поставить несколько тепловых генераторов. Да даже одного хватит теплового генератора. Чтобы давать большое количество энергии. И просто бесконечный поток получится. И там можно будет тоже жить. А на этом все, друзья. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре. А также другим играм. Удачи, друзья. Пока, надеюсь, я вижу вас в следующем выпуске.